Более 130 нарушений зафиксировала миссия ОБСЕ в Луганской области за последние две недели. Об этом наблюдатели сообщили на своем официальном сайте. По их данным, с наступлением школьного перемирия количество обстрелов уменьшилось. Стреляют в основном ночью или рано утром. Как работает миссия, видели наши корреспонденты. Сегодня в ОБСЕ работают 153 сотрудников в Северодонецке и 159 в Луганске. Наблюдатели не только фиксируют обстрелы, но и способствуют временному затишью на линии фронта. Мы помогаем в установлении локального перемирия. Мы называем его «Окно тишины». Используется оно для ремонта инфраструктуры. Гуманитарную помощь в станице Луганской ОБСЕ не оказывает. Просьбы жителей наблюдатели адресуют международным организациям, таким как Красный Крест и ООН. Все время проходили здесь? Да. И до того, когда сделали ремонтную работу? О, дадим мы по 5-6 часов. Люди хоть чуть думают. Но лучше вообще все это убрать, чтобы все жили мирно. Анна Продавец в местном магазине рассказывает, сейчас станицу обстреливают рано утром, до открытия КПВВ. База ОБСЕ находится в 5 километрах. Наблюдатели работают круглосуточно. Ходят, конечно, по территории очень часто, проезжают очень часто, видим постоянно. Чтобы порядок был. Люди приезжают сюда на ротацию. Кроме этого, в середине базы установлены блиндажи, которые могут защитить наших наблюдателей в случае эскалации конфликта. Фиксируют обстрелы с помощью специальных веб-камер. Сегодня на территории Луганской и Донецкой областей работает 10 патрульных баз ОБСЕ. Свои отчеты наблюдатели размещают на официальном сайте. Их можно прочитать на русском, украинском и английском языках. Алиса Туренко, Максим Новак, телеканал Донбасс.